Ахмед Закаев сейчас с нами на связи. Председатель Кабинета Министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Ахмед Халидович, приветствую вас у Ферриферидом. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте, Денис. Я приветствую вас и всю нашу аудиторию. Ахмед Халидович, можем ли мы сейчас говорить о численности вот этой армии, которая, как я понимаю, уже частично сформирована на территории Украины? К сожалению, о конкретной численности я не могу с вами говорить на эту тему, потому что это связано с определенными условиями, которые у нас имеются в соглашении с одним из ведомств Министерства обороны Украины. Относительно количественного состава, который планируется восстановить или собрать здесь, это я могу сказать, это до одной бригады. У нас вот такое соглашение подписано. До одной бригады добровольцы могут прибывать в Украину и вступать в наши отряды. Естественно, в иностранный легион. У нас имеется двойной статус. Они являются членами вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия и входят в иностранный легион, созданный по указу президента Зеленского. И это способствует во многом тому, что наши добровольцы, в основном, которые прибывают, они из Европы. А вы знаете, что в европейских некоторых странах есть закон, и они преследуют участников боевых действий в качестве наемников. Но для того, чтобы избежать вот этого, у нас и подписано это соглашение, и сформирован иностранный легион в Украине. И наши бойцы не подпадают под эту категорию, и поэтому свободно могут въезжать в Украину и вступать в эти структуры, военизированные структуры. Кто-то из Ичкерии целенаправленно во время полномасштабной агрессии России против Украины приезжал ли на территорию Украины и напрямую вступал в новую армию Ичкерии? И какое количество, если можем опять-таки говорить? Достаточно огромное количество. Это вселяет уверенность, что мы сумеем добиться тех задач и целей, которые мы поставили перед собой. Я уверен в том, что нам это удастся сформировать до бригады военно-силовую составляющую здесь, на территории Украины. Есть ли бывшие бойцы батальонов спецподразделений Кадырова, так называемого Ахмата, вот в составе вооруженных сил Ичкерии новой? Нет, конечно нет. Мы к этому вопросу относимся очень скорпулезно и очень аккуратно. И у нас только был один случай, это был связан не с чеченцами, не с нашими подразделениями, которые мы собрали. Это было связано с тем, что еще до нашего прибытия здесь появился некий доброволец, который вступил в вооруженные силы Украины и в последующем переметнулся. И поэтому мы, в принципе, и до этого очень скорпулезно относились к тем, кого мы собираем сюда и кого берем в наши отряды. Поэтому это вопрос безопасности не только Украины и украинского государства, но и безопасности тех людей, которые сегодня находятся в составе вооруженных сил Чеченской республики Ичкерии. И поэтому и украинские власти, и наши соответствующие структуры очень скорпулезно относятся к тому, кого мы принимаем в наши ряды. Ахмед Халидович, вы поймите правильно, с огромным уважением отношусь к настоящим сыновьям Ичкерии, которые готовы бороться против этого режима, путинского, кадыровского и прочего. Но приведу такой пример, без обид в случае чего. Бойцы русского добровольческого корпуса, в целом, это было несколько месяцев тому назад, заявили о том, что они готовы брать в состав РДК и, в принципе, в состав подразделений русских патриотов, которые борются за независимость Украины, бывших бойцов ЧВК «Вагнер». И тут я понимаю, что, наверное, посыл один и тот же. Вагнеровцы – это предатели, вагнеровцы – это люди, которые за деньги воевали против Украины. Но РДК и Легион, как я понимаю, и Свобода России готовы принимать их в ряды, ну, просто потому что необходимы бойцы. Если провести такую аналогию с вооруженными силами Ичкерии и кадыровцами, которые воевали в Ахмате, возможно, более эффективно было бы, опять-таки, сейчас ваше мнение хочется услышать, брать людей с боевым опытом, которые умеют держать в руках оружие, которые, возможно, не относятся к Кадырову, как к настоящему и правильному главе Ичкерии. Я, на самом деле, вот те люди, о которых вы говорите, люди, которые сегодня входят в структуры пехотинцев Путина и находятся на территории Чеченской Республики или Российской Федерации, мы их не привлекаем, наши структуры, с одной единственной целью – для обеспечения безопасности. Если бы этот вопрос касался бы только нашей безопасности, мы бы могли бы на это пойти, заверившись или поверив тем, кого мы принимаем. Но мы не можем также вставить под риск силовые структуры и спецподразделения Украины. Поэтому вот эти люди, о которых вы упоминаете, они нам нужны будут уже на территории республики. Там они не будут представлять угрозу для Украины, а для нас они будут являться очень мощной опорой для того, чтобы деоккупировать нашу страну. И в этом ключе, и в этом направлении мы думаем, и тем более у нас есть исторический опыт касательно и касаемо вот такого варианта развития событий, мы к этому готовы, и мы поэтому, те, кто не запачканы чеченской кровью, украинской кровью, эти люди будут амнистированы, этим людям будет дан шанс искупить свою вину. А те, кто запачкали себя кровью чеченцев, украинцев, находясь здесь или приезжая сюда, эти люди предстанут перед судом. Я так правильно понимаю, вот в комментарии также украинскому изданию ТСН, с чего мы, собственно, начали, да, это наш разговор, вы также говорили, есть возможность передислоцироваться на территорию Чечни, начать деоккупацию. Правильно ли я понимаю, что вот те люди, о которых вы говорите, которые ныне находятся на территории Ичкерии, это, возможно, та основа, в принципе, ведутся ли с ними, кстати, переговоры? О возможности присоединения к вооруженным силам Ичкерии новым вооруженным силам? Денис, давайте я не отвечу на этот вопрос. У нас есть очень горький опыт, опыт, связанный с Троцким, да, и с его заявлениями, находящимися за рубежом, последующим Сталин и чекисты всех неугодных себе или своему режиму ликвидировали, приписывая им лояльность Троцкому или готовящуюся к какой-то антиреволюционной борьбе или действию. Поэтому я на этот вопрос не отвечу, но я сказал, что у нас есть исторический опыт, значит, у меня есть на что сослаться, если я так говорю. Ваши действия... Я пожилой человек, поэтому у нас... Я понимаю, Ахмед Халидович, абсолютно понимаю, ваше право. Ваше право. Вы говорили о создании также Министерства обороны Ичкерии. Можем ли мы сейчас сказать, кто будет министром обороны, и как эта структура, в принципе, выглядит? Да, эта структура уже восстановлена, уже созданы департаменты, утверждена структура Государственным комитетом деоккупации, введена должность министра обороны в кабинет министра в Чеченской Республике и дивизионный генерал Муталип, Шейх Магомед Муталипов, он назначен министром, и также есть заместители. В принципе, вся структура у нас сформирована, и эта структура на постоянной основе находится здесь, в Украине. Цель, в принципе, вооруженных сил Ичкерии – это деоккупация лишь одной Чечни? Либо ваши, простите за, возможно, такое циничное или грубое слово, амбиции, они не ограничиваются и ограничиваются в целом регионом? Ингушетия? Возможно, Дагестан? Я уверен в том, что международное сообщество – это не узкая чеченская проблема, и нам нужно понимать, если Путин последние 20 с лишним лет являлся исключительно проблемой чеченского народа, то с 22-го, еще даже раньше, с 14-го года, ну, тогда мир не обратил на это внимание, но с 22-го года мир признал, что Путин является международной проблемой. И поэтому деоккупация регионов и освобождение колониально зависимых народов от сегодняшней Российской империи – это задача номер один всех, кто сегодня вовлечен в войну против российских агрессоров. И я думаю, что то, что мы делаем, мы последовательны в своих действиях и принимаемых решениях. Да, в первую очередь для нас важна деоккупация нашей страны. И в то же время мы понимаем, что не деоккупировав соседние республики и народы, мы не можем говорить о полноценной свободе. Если вокруг нас будет точно так же, как в 90-е годы или после первой войны, эти три года, которые устроили кошмар российские спецслужбы, используя соседние республики и диверсантов соседних республик, эту ошибку мы не можем повторить. И я уверен в том, что те народы, которые сегодня, хотя бы представители тех народов, которые сегодня находятся здесь, в Украине, они имеют четкое представление. Буквально сегодня, я думаю, где-то в эфире пройдет, я был на открытии мемориала, мы поднимали флаги представителей кавказских народов и добровольческих батальонов, которые находятся с 2014 года в Украине. И там представители всех практически кавказских народов. Почему я говорю о нашей последовательности? Мы, наше правительство, во взаимодействии и с другими заинтересованными сторонами, мы сформировали и создали государственный комитет по восстановлению северокавказских государств. Аналогия этому – это 1918 год. После распада Российской империи на Кавказе было создано конфедеративное государство, союзное конфедеративное государство под названием Горская республика. Вот позапрошлом году 105 лет мы отмечали и провели международную конференцию здесь, в Киеве. И в последующем, в соответствии с резолюцией, которая была принята на этой конференции, мы на базе Европейского парламента 31 января, мы создали государственный комитет по восстановлению этих государств. Вот эта правовая, юридическая и, в первую очередь, политическая площадка позволяет представителям других народов абсолютно легитимно заявлять о своем праве на самоопределение, о том, что они готовы продолжать борьбу и воевать, и отстаивать свою свободу и независимость в соответствии с существующими международными принципами и нормами. Акнец Валидович, не хочу вас обидеть, но тем не менее. В случае явки с повинной со стороны Кадырова, готовы ли вы принять его в политическую основу нового государства, либо же в военные структуры? В случае этой явки с повинной, естественно. Никоим образом у этого человека, у этого субъекта есть одно. Это он должен стать перед судом и понести ответственность. По отношению к другим, я же не зря сказал об амнистии. Амнистия будет распространяться на тех, кто не запачкал свои руки кровью, кто не совершил преступления против чеченского народа и против украинцев здесь. А те люди, и тот фигурант Кадыров в частности, он военный преступник. И мы сегодня ведем речь о создании военного трибунала по привлечению к ответственности Кадырова. И создать военный трибунал против его, вот этой так называемой организации «Ахмад Сила». И признать эту организацию экстремистской, террористической. И в последующем принять соответствующие меры и добиться санкций против и членов этой организации, и против всего имущества, которое они имеют. В этом направлении мы работаем. И поэтому у этого субъекта нет никаких шансов оправдаться за те злодеяния, которые он совершил. Только через суд. В территории России довольно сложно провести любые социологические опросы. В принципе, понять реальное отношение населения России к чему-либо. К войне, к Путину и прочим-прочим. Мы, напомню, говорим в преддверии так называемых выборов президента Российской Федерации, где уже известны цифры. И уже известен победитель. Что, в принципе, логично. В таких условиях, которые создал президент Путин и его ближайшее окружение. Я к чему говорю? В принципе, о социологии так называемой. Как правильно понять вот этот объем поддержки со стороны жителей Ичкерии? Есть ли посыл, скажем так, от нынешних жителей Ичкерии к тому, чтобы вооруженные силы, новосозданные государства, пришли и освободили их от кадыровского гнета, путинского кадыровского гнета? Это частично, Денис, относится к тому вопросу, который вы мне задали в предыдущий раз. Я не готов ответить на этот вопрос именно из-за этих соображений. Но я могу вас заверить в одном, что чеченский народ не отказался от идеи независимости и никогда не откажется до тех пор, пока она не будет реализована. И вот то, что мы имеем поддержку здесь в европейских странах и представителей чеченских диаспор, которые вливаются в вооруженные структуры Чеченской республики Ичкерия, то есть иностранный легион Украины, это подтверждение тому, что у нас все еще впереди. Рассчитываете ли вы, что силы обороны Украины в будущем, после окончания полномасштабной агрессии со стороны России, присоединятся к новосозданным вооруженным силам Ичкерии для деоккупации Чечни? Я думаю, что в этом не будет необходимости. Когда решится вопрос с Украиной, вот уже тех сил, которые противоздействовали и совершали оккупации территорий других народов, этих сил уже не будет, потому что ситуация изменится кардинально. А относительно будущих взаимоотношений Украины и Чеченской республики абсолютно уверен в том, что у нас будут исключительно союзнические, добрые соседские отношения. И к тому времени вполне возможно, что среди трех морей появится новое союзное государство, которое будет интересно по всем параметрам и Западу, и Европе, и, конечно, в первую очередь Украине. Еще один аспект, собственно, мы с вами говорим в дни, когда русский добровольческий корпус, легион свобода России и сибирский батальон проводят специальную операцию на территории России в контексте освобождения регионов Белгородской и Курской областей от гнета путинского режима. Участвуют ли чеченские бойцы на стороне, собственно, в этой операции? Есть ли там подразделения? Есть там два-три наших подразделения. К сожалению, двое бойцов получили ранения, остальные находятся на месте и выполняют те задачи, которые им поставлены по командованию. Да, наше подразделение находится там. Какая цель? Вот таких вот участия в этом? Дойти до Ичкерии? Как говорят, знаете, сейчас в социальных сетях началось? Я думаю, все будет зависеть от того, насколько подготовлен русский легион, добровольческий русский корпус, сибирский батальон. И, конечно же, в первую очередь, насколько готово к таким масштабным операциям руководство и военное, и политическое руководство Украины. Все будет зависеть от этого. Мне вчера задавали этот вопрос, что происходит и почему. Я, да, я уверен в том, что у нас есть реальный шанс и реальные возможности создать в этих регионах, Белгородской, Курской, Воронежской области, создать мощный плацдарм для освобождения и для оккупации России. И для трансформации этого террористического государственного образования в правовое государство. И если те, кто сегодня выступает против путинского режима и против того, что сегодня Россия делает с соседними государствами, готовы принимать на себя ответственность по демонтажу, по трансформации, по создании других государственных образований на этой территории, я думаю, они будут иметь очень серьезную поддержку со стороны представителей других народов, которые сегодня находятся в колониальной зависимости. Но все будет зависеть от политической составляющей, на что и как, к чему будут стремиться те, кто сегодня проводит войсковые операции на этих территориях. Ахмед Алидович, о другой теме также хочется с вами поговорить, но на окончании темы армии, думаю, что Украина максимально показала, что она содействует созданию независимых государств поддержки коренных народов России. Как бы это странно ни звучало, но в Кремле этого не делают. Несмотря на создание ряда организаций при Кремле непосредственно, которые якобы занимаются защитой прав коренных народов, чего по факту попросту не существует. Об обменах. Интересная тема была, ну как интересно, циничное слово использовал, но тем не менее, Украина накануне Рамадана предложила России провести передачу 125 ее военнопленных мусульман. В России отказались их забрать. Об этом сообщили представители проекта «Хочу жить» и Главное управление разведки Минобороны Украины и опубликовали список пленных, которые Кремль собирается, вообще не стал принимать и забирать. По данным проекта, передачу этих военных хотели приурочить как раз к началу священного дня для мусульман этого месяца, Рамадан, в знак уважения к исламской культуре и традиции. Российский правозащитник Николай Полозов заявил, что отказ России забрать этих солдат может быть связан с тем, что их судьба попросту не интересует Кремль. Короткая цитата, после нее вернемся к обсуждению. Лозунг «Своих не бросаем» относится не ко всем, а только к тем категориям военнослужащих, в которых российская власть заинтересована. Это могут быть кадыровцы, спецслужбисты, летчики. Остальные для российских властей – пушечное мясо. Их судьба Кремль не интересует. Этим объясняется та неохота, с которой Российская Федерация ведет обменный процесс. И конфессия в данном случае никакой роли не играет. Николай Полозов, российский правозащитник. Логичный вопрос. В голове еще та картинка, как сын Кадырова, Адам, он убил Никиту Журавеля за то, что, за его действия по отношению, собственно, к священной книге. Тогда Кадыров, младший и старший, они довольно резко реагировали, представали как защитники, собственно, ислама на территории Российской Федерации. А почему? А где сейчас тогда Кадыров? Вот в процессе обмена. Где его защита? Мусульман, которые являются гражданами Российской Федерации. Просто добавить мне нечего, ни одного слова тому, что сейчас прокомментировал ваш... господин Полозов. Полозов, участник нашей дискуссии. Он абсолютно точно. Потому что для Путина Кадыров вообще не принадлежит никакой религии на самом деле. Это моральный урод, который предал, продал все и вся. И поэтому все те, кого сегодня принято считать мусульманами в этой стране, они являются пушечным мясом для Путина и для существующего режима. И ничего более. И не только мусульмане, и буддисты, и все-все люди, которые любой религии и веры, те, их электорат, это русисты, это нацисты. И только им они могут оказывать какую-то, какую-то услугу и поддерживать могут их. И поэтому нужно обратить внимание, что Кадыров всячески во все времена подчеркивает исключительно лояльность Путину и существующему режиму. Он в день по три раза подчеркивает, что он пехотинец Путина и что все воинские подразделения на территории Чечни, они являются пехотинцами Путина и готовы выполнить любое его задание. И никаких других критерий, определяющих достоинство, честь или приверженность, у этого фигуранта нету просто. В контексте в целом обмена есть журналист такой Владимир Золкин, который со своим коллегой Дмитрием записывает интервью с пленными россиянами. Что интересно, на ютуб-канале Золкина нет ни одного разговора с представителями Ахмата, кадыровцами так называемыми. Если россиян, обычных россиян по национальности русских обменивают довольно неохотно, то кадыровцы чаще всего не успевают даже доехать там условно до СИЗО, до мест удержания, и их быстро сразу же обменивают. Говорят, что этим лично занимается депутат Госдумы Российшим Саил Саралиев. Якобы выпрашивает всех кадыровцев, готов отдать кого угодно, сколько угодно, лишь бы кадыровцев вернули домой. А можете подтвердить эту информацию либо опровергнуть ее, почему так кадыровцев, почему они так важны в целом в процессе обмена? Нет, я не буду комментировать этот вопрос, потому что он адресован непосредственно тому департаменту, который этим занимается. Я думаю, если от них есть информация, она абсолютно достоверна. Услышал вас, спасибо. В контексте, собственно, вооруженных сил, которыми распоряжается господин Кадыров, есть у нас информация о них, о военных структурах Кадырова, глава Чечни незаконный. Он создал несколько военных структур подразделений Ахмат. Часть из них комплектуется лишь кадыровцами, которые хорошо обеспечены, что логично, которые показывают. На видео различных, разномастных. Их берегут и не отправляют так называемые мясные штурмы непосредственно. Об этом сообщает проект «Хочу жить» Главное управление разведки и Минобороны Украины. Но есть и другой Ахмат, который комплектуется лишь россиянами. Раньше туда набирали даже на трехмесячные контракты. Обучение отводилось около пяти дней. Военных этого подразделения не жалея бросают в атаки, где они гибнут тысячами. Таким образом, на всех видео, которые используют в соцсетях и на телевидении Кадыров, подразделения Ахмат воюют, гибнут при этом лишь россияне. С военнопленными похожая ситуация, отмечают представители проекта «Хочу жить». По их данным, если в плен попадает кадыровец, как раз то, о чем мы с вами говорили сейчас, обычно он даже не доезжает до лагеря. Таких военных Россия готова забирать сразу в полевых обменах по формуле и даже не по формуле один к одному, при этом к военнопленным россиянам совсем другое отношение. Их часто в целом отказываются менять на украинцев. В контексте двух Ахматов, которые существуют, как оказалось, можете также собственно объяснить нашим зрителям, а почему вдруг Кадыров не отправляет хорошо подготовленных бойцов, кадыровцев, своих же, воевать на территорию Украины. Опыт есть, оружие есть, но воют почему-то россияне. Я просто хочу напомнить, освежить память вашу, нашу. В начале первых дней агрессии кадыровцы шли не чуть ли по первому плану. Но дело в том, что их задача была не войсковые операции и не штурмовать подготовленные украинские военные подразделения, воинские части. Их задача была навести порядок. То есть, после падения Киева жандармерии, в качестве жандармерии и жандармов, они должны были выполнять функции полицейских, наводить порядок уже против гражданского населения, которые могут выйти с какими-то протестными акциями. Но в этот период они понесли колоссально большие потери. И следом за этим мы начали создавать здесь, в Украине подразделения и вооруженные структуры от имени Чеченской Республики Ичхерия. Это немножко охладило пыл Кадырова. И Путин, и Кадыров были уверены в том, что чеченская тема и чеченский вопрос закрыт навсегда. И ни о каком сопротивлении, ни о какой деоккупации речь не может идти. Но когда мы здесь появились и мы начали создавать реальные силы, естественно, и Путин, и Кадыров решили приберечь свои силы в Чечне и не бросать в качестве пушечного мяса. И вот тогда была идея и тогда возник вопрос. Если вы помните, когда Путин объявил мобилизацию, первые протестные акции начались в самой Чечне. Женщины, там около несколько десятков женщин, которые вышли и в последующем там есть те, которые пропали без вести, которые выступили с протестами. по поводу мобилизации. И сразу же Кадыров заявил, что мобилизации на чеченцев не будет распространяться. И в то же время ему нужно было отчитываться перед Москвой. Он по всему постсоветскому пространству начал набирать русских и русскоязычных и формировать из них отряды под брендом Ахмад Сила. И туда включали штрафников, нелояльных Кадырову Путину, тех, кто провинились в какой-то ситуации с Кадыровым и с его режимом. Вот этих людей включали туда. А в целом те подразделения, которых мы привыкли видеть и нам их демонстрировать, они не участвуют в войсковых операциях на территории Украины. Ахмед Халидович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Фридом». Еще раз скажу, что украинцы содействуют созданию вооруженных сил Ичкерии и в принципе поддерживают коренные народы России в их движении к независимости, к самостоятельности, напоминая, собственно, всему миру о том, как Кремль буквально убивал граждан, убивал жителей Ичкерии. Но не так давно, давайте так напомним, да, нашим зрителям, это было не так давно, буквально, войны против Ичкерии, начанные Кремлем. Спасибо вам огромное. Напомню, что Ахмед Закаев был с нами на связи, председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерии. За рубежом! Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.